Приложение 5. Государство, демократия, иудаизм. Часть 1. Государство и религия. Тезисы беседы в мае 2002 года Иерусалим. Под заголовок. Предмет рассмотрения. Предмет нашего рассмотрения не абстрактные понятия государства и религии, а их конкретное понимание применительно к евреям, государству Израиль и к иудаизму. Нам, выходцам из бывшего СССР, крайне трудно очищаться от того идеологического мусора, которым всю жизнь забивали наши еврейские головы. Этот процесс гораздо труднее и длительнее, чем прорыв из-за железного занавеса соцлагеря на историческую родину, плюс заботы о материальном и профессиональном устройстве на новом месте. Не только политические интриганы, но даже и многие вполне уважаемые и думающие люди в Израиле выступают за так называемое отделение религии от государства. Цель политиканов ясна. На какой угодно общественной волне заработать политический капитал. Но то, что их лозунги находят поддержку у немалого числа нормальных людей, объясняется, на мой взгляд, тем, что эти люди не в полной мере отдают себе отчет в том, что это означает именно в государстве Израиль, если рассматривать его, как государство евреев, не только по названию. Да и кто такие евреи? Подзаголовок. Основной вопрос. В основе ответов на все наши вопросы лежит ответ на единственный вопрос. Что управляет событиями в мире? Сочетание прихотей правителей и слепой случай или же воля Творца Вселенной? Тот, кого постановка всерьез вопроса о Творце Вселенной смешит ввиду того, что, как ему кажется, от этого разит средневековым мракобесием в кавычках, пусть задумается над тем, что ответ на него был дан еще за несколько тысячелетий до средневековья. А те весельчаки, которых этот вопрос смешил в течение всей человеческой истории, канули в лету вместе с мировыми державами, во главе которых они стояли, начиная с фараона Египта. В зависимости от ответа на этот вопрос, люди строят линию своего поведения. Исходя из него, следует оценивать, как историческое предназначение еврейского народа и характер его избранности Творцом, так и будущее нашего государства и роль иудаизма в личной и государственной еврейской жизни. Под заголовок Народ избранный Творцом и суть избранности Еврейский народ – это единственный народ в мире, день рождения которого точно известен. Мы, как народ, не образовались подобно другим народам в процессе постепенных этнических преобразований, а стали еврейским народом одномоментно в результате заключения Синайского договора с Творцом Вселенной. Евреи стали народом, избранным Творцом. Эта избранность, однако, ни в коей мере не дает оснований и не позволяет нам смотреть на другие народы свысока. Именно она исключает самомнение евреев, ибо она, эта избранность, прежде всего наш долг перед Творцом и поэтому перед всем человечеством. В чем этот долг? Он в том, чтобы жить по предписаниям Торы и стать положительным примером для других народов мира. При таком понимании избранности даже человек среднего ума, а тем более человек одаренный, не может страдать самомнением. В книге Дворим 4.6 евреям сказано о законах Торы «Храните же и исполняйте, ибо эта мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, «Как мудр и разумен народ, этот великий народ!» Конец цитаты. Великим народом мы можем стать только при исполнении законов Торы. Служить положительным примером для других народов – это не тупое стремление в любом нашем состоянии претендовать на то, чтобы быть примером, а предписание нам свыше – так измениться, чтобы стать достойным примером. Но как может быть положительным примером для других народов – сообщества евреев, среди которых немало даже гордящихся своим незнанием Торы? Это незнание – наша беда, которую далеко не все даже осознают. Однако, если безграмотные веудаизме евреи вздумают претендовать на то, чтобы все-таки быть примером для других народов, то неприязнь к ним будет вполне заслуженной. Каким примером для других могут стать те, чья мечта – сделать еврейское государство «государством, как все» в кавычках, и чтобы наш народ стал, как все народы, а еврейское государство – как государство со своими ворами и проститутками. Трудно поверить, что Давид Бен-Гурион действительно брякнул такую глупость, которую ему систематически приписывают. Мы, к сожалению, этого добились и получили вполне заслуженную плату – рост международного антисемитизма в обстановке исламского террора, угрожающего не только нам, но и другим странам. Под заголовок Эрц Исраэль Договор с Творцом был подкреплен дарованием евреям земли для нашего государства – Эрц Исраэль. Причем земля эта дана нам в пользование, но не в безоговорочное владение. Дана она нам без права передачи кому-либо. Об этом прямо сказано в Айкра 25-23. «А земля не может быть продаваема навеки, ибо моя земля, вы же пришельцы и поселенцы у меня». Конец цитаты. «Мы все поселенцы у Творца. Этого не могут взять в толк изобретатели пресловутой формы капитулянтов мир в обмен на территории». Под заголовок «Что получили евреи по Синайскому договору». По этому договору нашему народу было обеспечено материальное благополучие в Эрц Исраэль и полная безопасность. Об этом сказано в главе Бехукатай в Айкра 26. «Если по уставам моим будете поступать, и заповеди мои соблюдать будете, и исполнять будете их, то я дам вам дожди вовремя, и земля даст урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой, и будете есть хлеб свой досыто, и будете жить спокойно на земле вашей, и во дворю мир в стране, и когда ляжете, то не будет тревожищего, и изведу лютых зверей из страны, и меч не пройдет по стране вашей, и будете гнать врагов ваших, и падут они перед вами под мечом, и пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят десять тысяч». Конец цитаты. Синайский договор двусторонний. Как и по каждому договору, обязательства по нему носят двусторонний характер. Об этом сказано и в этой же главе. Почти 35 веков назад нам было ясно описано Моше Моисеем то, что уже тогда, то есть при вступлении евреев в святую землю, ожидало наш народ в случае несоблюдения договора с Творцом. Нас ожидало, помимо других бед, рассеяние среди других народов мира. К счастью, Творцом был тогда же обещан нам и новый шанс в виде последующего возвращения из Галута в Эрцисраэль и в виде возрождения еврейского государства. Этот шанс, по-видимому, нам уже дан, но далеко не все из нас это поняли и поэтому не все готовы приложить усилия, чтобы не упустить его. Подзаголовок «Религия евреев» С государством, похоже, ясно. А как быть с религией в еврейском государстве и что означает отделение религии от государства? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, как формулируется понятие «религия» в большом энциклопедическом словаре. Москва, 1998 год, страница 1009. «Религия», от латинского «религио», набожность, святыня, предмет культа, мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия культовые, основанные на вере в существование Бога или Богов сверхъестественного. Исторические формы развития религии племенные, национально-государственные, этнические, мировые, буддизм, христианство, ислам. Конец цитаты. В этой статье энциклопедии бросается в глаза отсутствие в перечне мировых религий иудаизма, который лежит в основе остальных монотеистических религий, христианства и ислама во всех их вариантах. Первое впечатление – это рецидив «забывчивости» в кавычках обычного в прежних советских и российских текстах замалчивания всего еврейского и израильского. Скорее всего, это так и есть. Но в этом видится и гораздо более глубокий смысл. Ведь действительно, иудаизм – это нечто гораздо большее, чем религия. Это образ жизни и все то, что определяет понятие «еврей» – еврейский народ. В еврейском государстве так называемое отделение религии от государства подобно отделению головы от туловища. Отделить иудаизм от государства в Израиле означает сделать нашу страну и ее народ народом и государством, как все. Это означает наше национальное самоуничтожение. Государство – это понятие неэквивалентное стране и тем более народу. Еврейский народ не менее вечен, чем все человечество в целом, чего не скажешь о любом государстве. В том числе и о нынешнем государстве Израиль, если оно не станет именно еврейским государством. Государство характеризуется этническим составом населения, территорией и политическим устройством. Предположим, что, не дай-то Бог, в Израиле стремление так называемых израильских левых сделать Израиль государством всех его граждан, государством, как все, почему-то возобладает над разумом населения и будет полностью притворено в жизнь. В этом случае, даже если название государства Израиль не останется на карте, то еврейский народ в целом все-таки останется как важнейший исторический фактор. После новых мытарств и нового галута евреям придется вновь молить Творца дать еврейскому народу новый шанс. Остается надеяться, что нам уже достаточно испытаний, бывших ранее в нашей истории. Пора нам понять, что на этой земле стабильным может быть только государство евреев, которое следует договору с Творцом, то есть Торе. Если именно мы, евреи, усвоим эту простую истину, то этим будут руководствоваться и другие народы. А пока мы этой истиной пренебрегаем, то тем самым даем всему миру возможность также пренебрегать интересами Израиля. Подзаголовок «А что сегодня на дворе» в кавычках? Пора это понять, но для того, чтобы быть в состоянии понять это, надо иметь еврейское мировоззрение. А его-то пока нет ни у руководителей страны, ни у большей части еврейского электората в Израиле. Лишь только этим можно объяснить следующие нелепости. Первое. Израиль, выигрывая сражения в войнах, навязанных нам арабами, систематически терпит дипломатические поражения. Вызванная победой нелепое чувство вины по отношению к побежденным не только не позволяет нам закрепить результаты военных побед, но и становится залогом сдачи позиций в мирное время, залогом новых войн и последующих атак террористов в перерывах между ними. Второе. Среди граждан нашей страны достаточно распространен нелепый комплекс вины перед арабами, которые, занимая на земной суше колоссальную территорию, угнездились также и на еврейской земле, образуя питательную среду для антиеврейского терроризма. Этот неоправданный комплекс вины служит также ширмой для евреев-дезертиров и разъедает моральный уровень части нашей армии. Третье. Израильские избиратели поставили над собой такое левое правительство, которое втайне от них реанимировало банду Арафата. Оно привезло ее из Туниса в Эрцисраэль, обеспечило оружием, деньгами, международным статусом и не только плацдармом для систематических нападений на евреев, но даже и убежищем, куда террорист может надежно укрыться после успешной охоты на евреев. Четвертое. Смена партийного состава правительств во всех их мыслимых комбинациях левое, правое, так называемое правительство национального единства при отсутствии самого единства, широкая коалиция или почти однопартийный кабинет мало изменяет внешнюю политику нашей страны и она остается политикой банановой республики, вассально зависимой от Соединенных Штатов. Столь же неэффективной является и замена на посту главы правительства Израиля деятелей в диапазоне от изощренного в интригах политикана Шимон Перес до прославленного в боях полководца Ариэль Шарон. Сложно упрекнуть кого-либо из них в отсутствии патриотизма. Казалось бы, невозможно указать и на основной характерный признак такого политического деятеля, которого еще не было бы в кресле пример министра Израиля. Тезисы беседы, казалось, уже исчерпаны, но возникла мысль, которую, возможно, стоит изложить. Подзаголовок «Жить по Торе» Это выражение, помимо требования выполнять договор с Творцом, имеет еще один интересный аспект. Оно означает также и рекомендацию евреям учиться рассматривать текущее событие в свете той главы Пятикнижия, которая читается в данную неделю. Нередко приходится только удивляться тому, насколько эти события корреспондируются с Торой. Так, накануне, я написал о проблеме выбора главы государства Израиль. А сразу же после этого, в субботу, 25 мая, предшествующую данной беседе в главе Бамидбар, 11, 14, 15, прочитал, что Мошера Бейну при очередном ропоте евреев, уходящих из египетского рабства, взмолился к Творцу. «Не могу я один нести весь народ этот! Слишком тяжело это для меня!» Вдумаемся в ситуацию. «Величайший из пророков, обладавший властью абсолютного монарха в еврейском народе и, более того, прямым двусторонним контактом с Творцом, не упивается властью, а тяготится колоссальной ответственностью руководителя. Он не стремился к ней, хотя, по мнению Творца, наилучшим образом соответствовал этой роли. Зато наши лидеры, далеко не всегда отмеченные выдающимися талантами, рвутся в это кресло, не считаясь ни с личными финансовыми затратами во время избирательной кампании, ни с колоссальной нервотрепкой тогда же, ни с морем интриг, в которое они потом дополнительно погружаются, ни со всеми иными тяготами.